В США на 57-м году жизни скончался Стив Джобс, человек, перевернувший представление мира о компьютерах. Он имел дар предвидеть тенденции развития информационных технологий, и более того, он сам их создавал. Продукция его компании, Apple, уже давно стала символом стиля и производительности для миллионов людей по всему миру. Немного странный, в своей неизменной черной водолазке, Джобс всегда лично представлял публике новые продукты Apple. С ним компания стала самой дорогой в мире, обогнав своего извечного конкурента Microsoft. Джобс, которого по праву считают одним из самых эксцентричных представителей Кремниевой долины, давно испытывал проблемы со здоровьем. Рак поджелудочной железы после пересадка печени. По этой причине в августе он ушел с поста генерального директора компании. Стив Джобс имеет шанс остаться в истории как Николай Коперник, совершивший Коперниканский переворот, или как Дмитрий Менделеев, систематизировавший вселенную. Джобс упорядочил общение человека с компьютером. За простые, интуитивно понятные изобретения, iPhone, iPad, MacBook, iPod, пользователи проголосовали кошельком. Детище Джобса, Apple, это крупнейшая IT-компания мира с капитализацией за 300 миллиардов долларов. Этот исполин, Apple, родился в 1976 году. Его основали Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. Компания росла из гаража до стендов на IT-выставках, потом до специализированных отделов в магазинах компьютерной техники. Джобс не всегда был понятен и близок со своими коллегами, поэтому уходил из Apple в 1997 году и возвращался в 2000. Именно тогда можно было заметить начало революции Apple с появлением плееров iPod. Начинается триумфальное шествие продуктов компании по рукам пользователей во всем мире. Естественным хитом становится iPhone, который с 2007 года продолжает агрессивную экспансию на рынке. Всякий раз премьера нового продукта Apple начинается с презентации скромного Стива Джобса. Он в неизменно черной футболке и синих джинсах доходчиво объяснял, без этого планшетника или такого телефона вы не обойдетесь. Джобс неоднократно болел, и компания это тщательно скрывала. В 2003 году у Стива был обнаружен рак поджелудочной железы, он его победил год спустя, но в 2008 году компьютерный гуру похудел и сильно. В Купертино ходили слухи о рецидиве рака поджелудочной железы. В 2009 Джобсу пересадили печень, но это не дало должного эффекта. В августе этого года, после продолжительного отпуска, Стив покинул пост главы Apple. Он, похоже, чувствовал, что финал может быть близким. Гендиректором компании стал Тим Кук, он накануне представлял новый iPhone. Но инвесторам всегда казалось, что Apple — это Стив Джобс, и Стив Джобс — это надкушенное яблоко. Поэтому в первые часы после известия об отставке Стива Джобса акции Apple потеряли 7%. Сейчас рынок будет реагировать, но как — станет понятно через несколько часов. Тим Кук всегда был естественным преемником Стива Джобса, хотя еще при жизни своего учителя и коллеги он всегда говорил, что заменить незаменимого человека невозможно. Михаил Сладовников, Вести из Вашингтона.